Вселенные Чужого и Хищника столь популярных и узнаваемых персонажей в какой-то момент оказались обеднены. Сначала на страницах комиксов, ну а затем в видеоиграх и на широких экранах. Но ведь у каждого из них есть своя, отдельная и особенная история, о чем мы и хотим вам рассказать. После оглушительного успеха фильм Фридли Скотта и Джеймса Кэмерона, в студии 20 век Фокс долго ходили вокруг да около идеи продолжения истории Чужого. И они сделали это, причем целых два раза. Но по какой-то причине выбрали очень сомнительный способ. История съемок Чужого 3 – это отличный пример того, как не надо организовывать рабочий процесс. С самого начала все пошло наперекосяк. Первой главной проблемой стало написание адекватного сценария. Было непонятно, в какую сторону двигаться. Пришественнику Кэмерону было в каком-то смысле легче решиться на то, что он сделал. Если Ридли снял триллер, то надо было развернуть идею на 180 градусов и сделать боевик. В случае же с третьим фильмом деваться было некуда, кроме как повторить предыдущий опыт. Именно поэтому среди примерно десятка сценариев, которые рассматривались для Чужого 3, были варианты и откровенного экшена, и возвращение, так сказать, к истокам. То есть кивок в сторону триллера и саспенса. Проблема в том, что сама студия не понимала, что она хочет и каким должно быть выбранное направление. Сценарий написали даже уже знакомые нам продюсеры Уолтер Хилл и Дэвид Гиллер. Именно потому, что в представленных текстах они никак не могли увидеть то, что надо. Кроме того, на первых этапах работы даже не предполагалось участие Рипли, ну или присутствие на вторых ролях. Были даже варианты отдать главную роль выжившим персонажам из второй части – Хиггсу, Бишопу и Ньют. В процессе всех этих метаний на горизонте появился Винсент Уорд. Он был замечен по фильму 1988 года «Навигатор» и приглашен к работе. Уорд выдал свой вариант развития событий в фильме, который сначала весьма и весьма привлек продюсеров. По задумке Винсента, местом действия должен был стать монастырь – огромная локация, сооруженная из дерева. Дело в том, что местные обитатели не признавали никакой технологии и жили, так сказать, по старинке, как во времена Средневековья. Именно туда и должна была попасть в Рипли в результате крушения, беременная тем самым чужим, который так прочно обосновался в ее жизни. Уорд хотел сделать упор на психологию происходящего, раскрыть внутренний мир Рипли, ее ощущения и эмоции. Сценарий был одобрен и процесс пошел вперед, стартовало строительство соответствующих декораций. Но потом началось немыслимое. Продюсеры стали сомневаться в успехе всей этой затеи с монастырем и принялись давить на Уорда, дабы он изменил концепцию и монахи стали заключенными. Кроме того, все должно было происходить не в деревянном монастыре, а в антураже литейных цехов и чего-то подобного. Само собой, Винсент был шокирован таким поведением, ведь его сценарий был обсужден и одобрен, а в студии Пайнвуд уже начали возводить декорации. Он попытался объяснить это продюсерам, мол, все ваши предположения идут вразрез с моими задумками. Но студию это особо не волновало, и когда его не удалось убедить по-хорошему, был поставлен ультиматум. Или Уорд принимает все изменения и работает с ними, или не работает вовсе. Так проект Чужой 3 лишился режиссера. Как позже признался один из продюсеров фильма, первое, с чего была начата работа над ним, это определение даты выхода. То есть вообще-то по-хорошему все должно было начаться со сценария, затем установка бюджета, подбор режиссера, актеров и съемочной группы. Но в случае с третьим Чужим, по какой-то неведомой и совершенно маразматической причине, все как будто бы забыли, как делается хорошее кино. Так что, пожалуй, больше и не требуется объяснять, на что подписался Дэвид Финчер, когда согласился снимать этот фильм. По уже сложившейся и, как показал опыт хорошей традиции, в режиссерское кресло сел дебютант. У Дэвида за плечами была примерно такая же карьера, как и у Ридли – съемка рекламы. Ну, разве что без дуэлянтов. В случае Финчера это был его первый художественный фильм. Приступая к съемкам, он имел на руках слепленный из кусочков вариант сценария. Основой все-таки была идея Винсента Уорда, только монахи в результате сменились на заключенных, как и хотели продюсеры. Кроме того, на съемочной площадке уже были отстроены масштабные декорации, частично по старому сценарию, но все это стали видоизменять в угоду новому. Финчер стал вносить правки, дабы максимально приблизить фильм к своему собственному видению. К примеру, побрить персонажей налоса и нанести на их затылке штрих-коды была его идея. В итоге производство фильма и вовсе остановилось. Продюсеры отправились вести переговоры с руководством студии, дабы выпросить деньги на съемки, ибо большая их часть уже была потрачена на вышеупомянутые декорации и на гонорары актерам. В студии долго упирались и не давали того количества денег, что было нужно. В этом тоже есть момент определенного маразма. Они в самом начале стали действовать не по уму, что привело к бесполезной трате бюджета, замене режиссера и постоянному переписыванию сценария. И когда у них снова появился шанс сделать все правильно, они продолжили ставить палки в колеса. В итоге перед Финчером была поставлена нелегкая задача – снять фильм при условии отсутствия четкого сценария, сильных ограничений в бюджете и постоянного давления со стороны студии и продюсеров. К работе над образом Чужого был привлечен Гигер, но сделано это было примерно таким же образом, как и все остальное. То есть сначала его попросили сделать наброски и показать, каким он видит Чужого в новом фильме. Гигер предоставил огромное количество материала, который в результате практически не был использован. Студия постоянно подгоняла Финчера, указывая на сроки, из-за чего у команды по спецэффектам просто не было времени разобраться в рисунках мрачного гения и пришлось работать в уже выбранном до этого направлении. Правда, действовали исключительно методом проб и ошибок. Например, чтобы изобразить маленького Чужого, в костюм решили одеть собаку. Затея казалась вполне себе удачной, но вплоть до того момента, когда был получен результат. Собака вела себя совсем не так, как хотелось бы и явно чувствовала себя в костюме дискомфортно. В движении все выглядело и вовсе нелепо. Как позже признались члены съемочной группы, ответственные за создание модели Чужого, в процессе постоянно присутствовало стремление выразить дань уважения Гигеру. Но, тем не менее, в итоге он остался недоволен тем, что увидел на экране. Хотя, как кажется лично мне, у него просто осталось неприятное впечатление от сотрудничества с 20 веком Фокс, а фильм ведь был их детищем. Из-за того, что Дэвид раньше никогда не снимал кино, отношение к нему актеров и съемочной группы сначала было довольно настороженным. Но в процессе работы большинство из них признало талант и способности Финчера. В картине приняло участие множество замечательных английских актеров. Один из них совсем недавно вышел на второй виток славы. В этом молодом побритом нагло враче вы можете узнать Чарльза Дэнса, который известен современной публике, скорее как исполнитель роли Тайвина Ланнистера. Хотя лично я еще отлично помню его из комедии «Золотой ребенок» с Эдди Мерфи в главной роли. Кстати, на его роль в «Третьем Чужом» изначально рассматривался Ричард Грант, но в результате проб стало очевидно, что лучше Дэнса Финчеру не найти. Помимо Рипли из прежних персонажей в «Третьем Чужом» появился лишь Лэнс Хенриксон. И то, сделал это в результате настойчивых уговоров Дэвида Гиллера. А вот Майкл Бьен наоборот, пожалел, что не дал согласия использовать свою модель в фильме. Он вообще очень переживал из-за того, что продюсеры решили не продолжать линию Хиггса и Рипли. Ведь во второй части между ними промелькнуло что-то, что-то сблизило. Как сказал Бьен, показали бы меня в «Третьем Чужом» хотя бы в начале. Пусть меня убьют и пусть Рипли будет по мне скучать и переживать, но так хотя бы их личная сюжетная линия подойдет к логичному завершению. Видимо, потому что его персонажи вычеркнули из продолжения, Майкл был настроен агрессивно. Поэтому, когда студия обратилась к нему с разрешением использовать его куклу и показать, что из его груди вырвался Чужой, Бьен категорически отказался. Лишь спустя пару месяцев, в результате долгих уговоров, он решился на то, чтобы предоставить свою фотографию. За это ему заплатили практически столько же, сколько и за съемки во вторых «Чужих». Как потом признался сам Бьен, если бы он знал, каким гением станет Финчер, он бы согласился без денег, лишь бы засветиться в его фильме. Вообще удивительно, насколько Дэвиду не повезло с дебютным проектом. Если бы руководство студии смогло рассмотреть в нем заложенный потенциал и довериться его видению, то все могло бы быть иначе. Ведь если попробовать взглянуть на ситуацию с другой точки зрения, то предпосылки снять достойное продолжение были очень даже неплохие. На дворе было начало 90-х, и технологии уже вышли на вполне достойный уровень. Ведь параллельно шли съемки Терминатора, где мы смогли увидеть просто изумительную компьютерную графику, которая достойно смотрится и по сей день. Ну а если судить по дальнейшим фильмам Финчера, будь у него возможность развернуться и снять все так, как он хочет, перед нами предстала бы большая, тяжелая и очень глубокая картина. Но похоже, что студия как раз этого не хотела. Тем не менее, Финчеру все же удалось придать фильму свой стиль и какой-то шарм. Он дотошно контролировал каждый кадр и был внимателен абсолютно ко всем деталям. Конечно, это мало кому нравилось. Еще одной большой трагедией не только для Дэвида лично, но и для всего фильма в целом, стала потеря оператора. Джордан Кроненветт блестяще сработал вместе с Ридли Скоттом в «Бегущем по лезвию». Он был изумительным профессионалом своего дела, который был способен отлично выставить кадр, свет и правильно отснять эпизод. Кроме того, у них с Финчером было полное взаимопонимание. Дэвид уважал талант Джордана и преклонялся перед ним. Именно поэтому, когда стало очевидно, что у Кроненветта болезнь Паркинсона, Финчеру пришлось принять нелегкое решение и после примерно двух недель съемок отказаться от его услуг. На его место пришел Алекс Томпсон, который, к счастью, постарался выполнить свою работу на все сто, идя навстречу Финчеру и его идеям. Благодаря этому, Чужой 3 выглядел очень свежо и необычно с точки зрения операторской работы. Например, довольно существенное количество кадров было отснято с непривычного ракурса, взятого снизу вверх. Таким раньше обычно не увлекались. Тем не менее, несмотря на то, что Финчер и команда старались сделать все как можно лучше, процесс становился все более абсурдным. Сценарий снова менялся на ходу. Дэвид предлагал какие-то идеи, но их по большей части отвергали из-за отсутствия денег. В результате, буквально до последнего момента было даже непонятно, какой станет концовка. К слову, Финчер буквально до истерики сопротивлялся тому, чтобы Рипли летела навстречу огню, а в этот момент рождался Чужой. КОНЕЦ КОНЕЦ Но студии все было нипочем. В результате съемки в Англии были свернуты и перенесены в Америку. То есть, они не были закончены. Все прекратилось потому, что могло продолжаться бесконечно. В США собрали весь материал и сделали предварительный монтаж, попутно решая, что вырезать, а что переснять. Само собой, это еще больше затянуло процесс создания фильма. Например, в момент, когда пришло решение переснять некоторые сцены с Рипли, оказалось, что у Сигурни уже прилично отросли сбритые ранние волосы. И второй раз бриться нагло она согласилась лишь за 40 тысяч долларов. Студия подумала, прикинула и отказала. Зато наняла специального человека, который сотворил парик с микроскопическим ежиком из волос, имитирующим побритую голову. На протяжении нескольких недель этот парик изготавливался вручную, путем прикрепления к нему каждой волосинки. Но зато потом все получилось довольно качественно. Разглядеть явную разницу практически невозможно. В 20 веке Фокс ждали от Финчера того, что он закончит финальный монтаж, но при этом не давали ни шагу ступить в сторону. Ну или, если в результате удавалось их переубедить, то на это уходило драгоценное время и, конечно же, не менее ценные нервы. В итоге все закончилось совсем уж плохо. Финчер покинул проект, не желая участвовать в монтаже. А приведение фильма в прокатный вид заняло в общей сложности год. При этом на экранах зрители не увидели львиной доли того, что было снято. Причем в основном это не пошло фильму на пользу. Например, начальная сцена, где была частично показана планета, на которую попадает Рипли, а также сцена с рождением чужого из быка, который в дальнейшем был заменен на собаку. Для ее создания понадобилось очень много времени, сил и денег, а потом ее просто не стали включать. Что говорит исключительно о недальновидном и непрофессиональном подходе к процессу съемок. Кстати, пропала и сцена со специально созданными рентгеновскими изображениями внутренности Рипли, где показывают зародыша. И еще один интересный факт. В третьем чужом все-таки снялась Мэрил Стрип. Помните, мы говорили, что в самом начале она рассматривалась на роль Рипли? Так вот, слепок ее главы был использован в создании все того же рентгеновского изображения. В итоге у монтажения оказалось и довольно существенного эпизода с освобождением монстра одним из заключенных. Картину словно порвали на куски, а затем неумело шили обратно. И вроде как в ней угадывается почерк Финчера, но все же вряд ли кто-то будет возражать, что у него могло бы получиться лучше. В 2003 году свет увидела вторая редакция фильма, куда вернули те самые вырезанные эпизоды. Тем не менее, Финчер во второй раз отказался смонтировать свою версию фильма, собственно, когда готовилось переиздание. В момент же выхода картину приняли очень неоднозначно. В основном потому, что она была более холодной и гораздо более жесткой, чем предыдущие. Ну, вспоминая фильм 7 от Финчера, это, конечно, неудивительно. По мотивам третьей части Чужого было выпущено несколько игр, в основном довольно однотипных стрелялок. Такими были Alien 3 образца 92-го года, 93-го, вышедшая на NES, ну и черно-белая изометрическая версия для геймбоя. Игра Alien 3 The Gun также вышла в 93-м и представляла собой эдакий параллельный вариант развития событий. Он предполагал высадку двух космических пехотинцев на планете Фиорина-161, той самой, где происходили события третьей части фильма. Вот только нашли там не одного, а сотни тварей с кислотой вместо крови. Именно их нам и предстоит отстреливать изо всех сил. Сюжет, кстати, вполне интересный. Та самая злобная и всемогущая компания Вейланд-Юттене стирает отовсюду данные о двух пехотинцах. И все потому, что они посмели не оставить ни одного ценного биологического экземпляра, то есть уничтожили всех чужих. Издательным The Gun стала компания Sega. Двумя годами позже серия пополнилась проектом в довольно неожиданном жанре. Это была адвенчура в стиле Point & Click под названием Aliens A Comic Book Adventure. Ее сюжетная завязка была схожа с той, что имелось в серии комиксов под названием «Чужие лабиринт» и представляла собой выяснение, кто, зачем и почему стал проводить ужасные эксперименты, которые в результате дали сбой и теперь несут угрозу. К сожалению, имея неплохой потенциал и довольно интересный геймплей, игра не смогла завоевать большое количество поклонников. В основном потому, что была исключительно забагованной и мало у кого хватило терпения пройти ее целиком. Такое ощущение, что компания Minescape пожалела денег на тестеров и выпустила игру, как она есть. Собственно, всем заинтересованным можно спокойно отыскать ее в сети, потому как проект вышел исключительно на ПК. Потом разработчики решили все-таки вернуться к благодатной шутерной теме и проехаться по всем частям фильма сразу. Так получилась Alien Trilogy. Правда, строгого соответствия не ждите. Проехались они по весьма вольному маршруту и представили свой вариант развития событий. Рипле предстоит перебить множество чужих, посетить и колонию Headless Hope и Фиорино в 161, убить аж трех королев чужих и в результате улететь ко всем чертям прямо-таки как во второй части. До сих пор в сети можно найти нарезку смертей, которые происходили с Рипле. На них весьма забавно посмотреть. Игра, кстати, вышла и на PlayStation и на ПК, так что опять же, все желающие могут сыграть. А вот с проектом 98-го года под названием Aliens Online это вряд ли получится. Несмотря на эту приставку в названии, которая по идее должна означать различные возможности в мультиплеере, на это особо не надеетесь. Во-первых, сервера для игры были прикрыты еще в 2000-м, а во-вторых, с 2006-го года игру и вовсе неоткуда скачать в сети, только если у кого-то завалялась лишняя копия. Так что придется поверить на слово, игра была возможна за людей и за чужих, разные классы, прокачка и море веселья. Субтитры сделал DimaTorzok А ведь тогда им действительно показалась эта шутка забавной. И кто же знал, что в результате из нее вырастет? Студия действительно научилась на своих ошибках, вот только выводы были сделаны странные. Вместо того, чтобы на примере третьего чужого понять, что делать ставку на молодого режиссера это правильно и при грамотном планировании можно сделать еще один выдающийся фильм, 20-й век Фокс решили, что с них хватит бунтарей и своенравных творителей. Им понадобился очень покладистый и рукастый режиссер, который не скажет ни слова против всех инициатив и будет только благодарен тому, что ему выпал шанс снять фильм про Чужого. Таким человеком стал Жан-Пьер Жене. Итак, сборная солянка под названием «Чужое воскрешение» выглядела так. Режиссер – француз, плохо говорящий на английском, который до этого ни разу не сидел в режиссерском кресле в одиночку. Актеры, часть которых Жене исправно таскает с собой из фильма в фильм. Из французского фильма во французский фильм. Съемочная группа, почти полностью состоящая из французов. Война на райдер, Рипли-клон, ребенок Рипли и куча-куча сопливых чужих. В общем, выглядело это все больше как какое-то недоразумение. Или может, как отличный пример того, что будет, если студия сделает все по-своему, а не отдаст кому-то молодому, дерзкому и способному. Причем «Чужому воскрешению» можно было бы простить то, что он насквозь французский, совсем не глубокий и исключительно позитивный, если бы не сценарий. В конце концов, в фильме есть пара находок, особенно с точки зрения экшена. Та же сцена с плавающими «Чужими» выглядит весьма и весьма достойно. Но при всем при этом у большинства фанатов пошатнулась вера в прекрасное, когда Сигурни Уивер не только согласилась на эту роль, но и затем высказалась о том, что она в восторге от сценария и считает его удачным. Хотя она сама же говорила, что не хочет стать эдаким посмешищем, героиней, которая из фильма «Фильм» просыпается в окружении монстров. Хотя, быть может, она была сама дезинформирована, поскольку изначально на роли режиссера предполагался Дэнни Бойл, автор культового фильма «На игле». Ну а затем она не стала отказываться, быть может, из-за денег или из-за желания еще раз мелькнуть на экране. Стоит отметить, что она действительно получила удовольствие от съемок, чего стоит хотя бы один момент забрасывания мяча в корзину. Сигурни действительно сделала его сама. Она довольно долго тренировалась и научилась забрасывать некоторый процент мячей. Собственно, в тот момент никто не ожидал, что Рипли попадет, поэтому концовка дубля была немного смазана неадекватной реакцией съемочной группы. Кроме того, мяч все-таки выходит из кадра из-за того, что бросок довольно высокий, и у зрителей может сложиться впечатление, что это просто трюк. Но на самом деле это была Сигурни Уивер. Честно говоря, смотреть на Воскрешение обидно даже в большей степени, чем на третьего Чужого. Ведь в фильме заметно прибавилось количество компьютерной графики, ну и качество ее также было на высоте. Вот бы все эти инструменты да умелые руки. С нынешними технологиями можно было развернуться довольно серьезно. Причем не в смысле масштабов, а в плане создания атмосферы. То, что появилось в первом фильме и начало угасать в третьем, в четвертом вообще практически не ощущается. Из-за этого и возникает этот диссонанс. Ты смотришь на Рипли. Вот же она. Она первый раз столкнулась с Чужим и спасала бедного кота. Это она заботилась от девочки и дралась с огромной маткой Чужих. Это она выжила вопреки здравому смыслу и принесла себя в жертву, пытаясь навсегда закончить свои страдания. Но ей не дали успокоиться. Достали из пыльного угла в шкафу, отряхнули, приодели, и вот снова она предстала перед нами. Но только от прежней Рипли в ней нет ничего такого, что мы хотели бы и ждали увидеть. И очень жалко созерцать ее в этом окружении. Здесь не веришь никому и недоумевая наблюдаешь за развитием событий, которые, к слову, приводят нас совсем уж к неожиданной развязке. На съемках фильма также было много дискуссий по поводу концовки. Жене предлагал пуститься во все тяжкие и показать, как Рипли наконец возвращается на Землю. Причем показать это в таком антураже, который возведет в абсолют всю нелепость происходящего в фильме. Да-да, на фоне руин Парижа. Тогда ему отказали в этой идее, сославшись на то, что все это нарисовать не позволяет бюджет. Тем не менее, через какое-то время на DVD была все-таки выпущена вторая версия фильма, которая имела именно такую концовку. Если вы ее еще не видели, то мы как раз таки и не советуем. Кстати, фильм окупился, но в основном в мировом прокате, а не в американском. Правда, так случилось и с третьим, чужим. В Европе он был принят хорошо, а вот американским зрителям вся мрачность Финчера пришлась не по душе. Что касается «Воскрешения», то здесь было дело, скорее всего, в том, что режиссер оказался местный, так сказать, из родного Евросоюза. То есть во Франции и окрестностях фильм приняли хорошо, но в основном отзывы были, мягко говоря, не самыми положительными. Неудивительно, что по мотивам фильма вышла всего лишь одна игра. Случилось это аж в 2000 году. Alien Resurrection вышла на первый PlayStation и предлагала сыграть за четверых персонажей. Среди них была и Рипли. Шутер, в отличие от фильма, вышел вполне добротным. Он был довольно мрачным и жутким. Собственно, там присутствовало все то, чего так не хватало фильму. По сути, мы подошли к временному отрезку, когда игры стали превосходить по качеству сами фильмы. Технологии уже позволяли предоставить игрокам тот бесценный опыт, которого они так ждали. Когда киносерии изжили себя, им на смену пришли иные воплощения. В одном из интервью Сигурни призналась, что идея чужого против хищника кажется ей просто ужасной. Но неужели она не понимает, как плоха четвертая часть и каким на самом деле абсурдным оказался ее сценарий? Когда-то, еще учась в школе, Я наткнулась на книгу под названием «Чужие четыре. Контакт». Написала ее некая Марина Цветкова. Ее суть состояла в том, что Рипли попадала на планету чужих. Они были разумными, разговаривали с ней, а все, что приключилось с героиней до этого, оправдывали тем, что Рипли просто пришлось столкнуться с дикими особами. А развитые живут себе вполне спокойно на родной планете, у них тут и город, и больницы, и школы. И выглядело это такой бредятиной, что ну просто сил нет. Тогда еще не было четвертой части, и я почему-то подумала, что это имеет какое-то отношение к официальной версии. А теперь, вспоминая этот случай, мне почему-то кажется, что фильм по степени маразматичности сценария примерно совпадает с тем, что она выдумывала ловкая Марина Цветкова. То есть можно считать, что Жене вполне уловил направление ее мысли, даже никогда не читав. Как бы то ни было, именно на этом и закончилась история Чужого в кинематографе. Ну, мы имеем в виду сольные выступления. В результате решили сделать больший упор на совмещение двух вселенных. Во многом этому помогло появление комиксов, а также громкий успех всем известной компьютерной игры. Но об этом мы подробно расскажем в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok